Добрый вечер, друзья. Сегодня у нас 16 февраля, конца общения нашему не видно. Сегодня будет интересный разговор, но начну я его с того, что я представлю вам Тимофея Николаевича. Здравствуйте. Вот, в новом амплуа, даже два амплуа. Теперь он у нас штатный фотограф, теперь он будет делать фотографии, потому что Талант открылся, он сегодня сделал их всего-то с дюжину, но практически все пригодились. Вот, это будет первое, он заработал первые свои 100 рублей, у нас все на таких основах работа, значит, зарабатывает. Сколько у тебя уже копилки накопилось? Не помню. Хорошо, что не помнишь. Почему? Да уже бы этот скитбой потребовал, или как он там. Так, все, ладно, не отвлекайся. Не отвлекайся. Итак, второе амплуа заключается в следующем. Это будет, я прошу ненавязчиво позвать, кто может, малолетних детей, его возраста, может быть, да, совершеннолетние, которые, почему, сейчас поймете. Я сам в школе имел близкий профессор, но будучи первым по оценкам, меня считали ученичеком в школе, вот, я даже читал лекции, но я начинал, мне было 16, когда, не лекция, а уроки проводил у нас у учителей, да, было, да, библиотека, школа. Посмотрим, хочу, чтобы этот парень начал раньше, в семи лет. Итак, значит, Томфей Николаевич, вот эту несколько фотографий делал ты. Объясни, пожалуйста, что вот на фотографии? Эту ямку создала природа, если ее не будет, дерево сгниет. Так, следующее. Кстати, он говорит то, чего не знает ни одна Академия наук, иначе бы за подписью людей с учеными степенями не было бы желания, вот это все засыпали как можно выше. Я вот тебе говорю про посадку в ямку, заглубление корневой шейки, заглубление семян. Это следующий момент, когда убивают деревья, правильно? Да. Следующее. Тоже? Да. Это ты делал. Я тебе это, я тебе сказал делал, ты делал. Идем дальше. Это пропускаем. Ну, хорошо, я прокомментирую. Ты еще этого не знаешь? Смотрите мать. Нет. Вот. Это сама природа прячет дерево под снег. Все, что росло выше, было уничтожено. А все, что ниже, все живо. Мы будем в это говорить позже. Ребята, друзья, запомните эту фотографию. Станет вопрос, как обрезать, где обрезать. Вот. Знаешь? Ямка есть? Да. Так. А это? Нету. А что это за рана? Вот она. Шоу-го. Что? Почему здесь рана? Потому что дерево начинает гнить. Все. Так. Значит, я тебя поздравляю. Ты на правах кандидата. У меня будешь замом по работе с молодежью. Все несколько лет зам по науке назначу. Новой науке, которая еще только рождается. Так. Ну, все, Тимош. Дальше я не знаю, сможешь ли ты это все слушать. Вот. Передем дерево завязано узлом. Сейчас мы с проведем небольшой, как-то его назвать-то надо, референдум. Вот. Дело в том, что тема страшная, тема ужасная. Я эту тему не собирался поднимать. Вчера опять сказали. Ребенку 6 лет. Рак 4 степени. Скидываемся всей страной на 15 миллионов на операцию. А представляете, что творится? Ой, боженьки-то мой. Так. Ладно. Давайте посмотрим на зрелость ли это. Будем ли мы это обсуждать? Или будем только чисто по садоводству? Да. Это садоводческий вопрос. Здесь не только человек. Плодовые деревья, они эмигранты. Посади здесь плодовое дерево, оно умрет. Это дикорос местный. Его завернуло узлом, но он тем не менее выжил. Вот. У меня такие фотографии, если кто помнит мои прежние работы. Десятки, если несут. Вот. А теперь заглянем сюда. Спасибо Антону Валерьевичу. Знаете, что он сделал? Он мне расширил мои возможности. Оказывается, геопатогенные зоны, я пытаюсь вас убедить. Будем ли мы их смотреть? Или вы уже помните это? Небольшую, так сказать, перепалку. Да и не маленькую в моей гостевой книге. Чем будем заниматься? Так вот. Вот эти вот дороги смерти, дороги смерти, дороги смерти. Вот. Дороги смерти, геопатогенные зоны, дороги смерти. Вот. Сейчас поймете, к чему это говорю. Дороги смерти, так нет. И вам не хватит, наверное, жизни все посмотреть. 110 миллионов результатов. Ладно, поняли. Смотрите сюда. Я пытаюсь вас убедить. Мы потратим несколько минут, но они пройдут не зря. На этой неделе на 66-м километре Киевского шоссе появился необычный информационный щит. С него областная автоинспекция сообщает водителям о приближающейся аномальной зоне. Это первый случай, когда участок дороги, который Малва давно считает нехорошим, приобрел вполне официальное. Так, я надеюсь, вы это все слышали. Первый случай и последний. Почему? Смотрим дальше. Поехали. Ну, вот эту фотографию тоже делал Тимоша. Это я вынужден ответить. Это волосы виштя, которые в стране нет, но покупать у Сергея никто не торопится. Один из нескольких таких школок. Вот. Так грустная тема. Просто Тимошка захватил. Теперь смотрим сюда. Вот. Нас не так мало, если по стране взять. Я называю нас делокаточками официально. Кто умеет работать с рамками, лозой. И неофициально я называю нас городские сумасшедшие. Итак, значит, энтузиасты Самары придумал специальный знак. Сейчас поймете, к чему. Вот. Запатентовать пытался. Смотрим сюда. Вот. Итак, без этого знака страшные цифры. Вот они, венки. Все-все-все. Потом прощете сами. Еще раз. Специально осветили православные священники. На этой словаре не повлияло. Вы уже догадываетесь, почему. Гипотогенные зоны, это не по их епархии. Вот. И, наконец, выглядит знак Самарса следующим образом. Красным, треугольным. Короче, пятно крови. Чтоб людей пугать. Помните, череп с костями, это мы сделали с Андреем Денисенко. Ну, то же самое. И результат. Между тем, чтобы оборудовать одно, где было место за городную трассу, нужно десятки тысяч рублей. Ну, короче, послал ГИБДД это. Должен оплатить. Поняли, да? А их нужно миллионы. Вот. Нужно эту тему. Может, поговорим подробно. Я пытался обращаться напрямую к президенту, но у него нет этих, таких, как бы их назвать-то. У него специалистов много. Если по сельскому хозяйству. Спросите у него, знаете, что такое геопатогенные зоны. Знаете, что миллионы не только людей, но и деревьев. Три момента. Деревья погибают в геопатогенных зонах. Люди, начиная с детей, погибают. Если ненароком кровать там окажется. Вот. И, наконец, на дорогах крыша едет, тоже погибает. Вот этот момент. Будем обсуждать? Нет? Решайте сами. Вот это мой участок. Вот здесь бьются машины. Вот. Абсолютно ровная дорога. Я ставил специально. Ни один не снизил скорость. Ограничений скорости нет. А новые знаки, как было сказано, десятки тысяч. Это. Второй момент. Это школьная программа. Будем обсуждать, не обсуждать. Она имеет прямое отношение к каждому из нас. Помните это? Дебильные вопросы-ответы. Биологи столклассов. Нужна ли влага для набухания семян? А? Помните? Вот это их уровень. А вот это вот, да. Давно мне прислали. До сих пор использую. Пример дебилизма. Это ж в школе учат биологию. Выходит, ничего не знают. Не знают про наркотики. Не знают, как действует алкогольная печень. Как действует на легкий табак. Как действует на психику наркотики. Ничего не знают. Вот. Не знают, что такое аборты. Это тоже касается биологии, да. Девичьего организма. Ничего не знают. Вот. А вот это вот какая школьная иллюстрация. Это школьный, пришкольный участок. Вот. Тоже назрело. Школьная программа всю. Вот это вот, пожалуйста. Это те, кому сейчас 25-30 лет из вас. А, ну, с вас, дай бог, если парочка таких найдется. В основном мы старшее поколение. Сейчас сидим. Вот, пожалуйста. Вот. Это не просто дебилизм. Это сумасшедший дом. Это настоящий дурдом, из которого превратили школу. Надо? Не надо. Вот ради вот, мой друг, отец Алексий, да. Вот ради вот этих детей. Их тоже убедят. А третий момент, это вот, это то, что я хотел бы подробнее поговорить. Это тот самый дровинизм. Две школы, они никак не смыкаются. Никак. Для меня, да не давно наука и дровинизм смылились. Но только не та наука, высосанная из пальца. Вот. Я бы хотел поговорить. Вот. Я сейчас вам скажу, а это относится где-то отчасти к садоводству. Потому что я чувствую, большинство будет против. Ну, там же появится уже открытие. Почему? Вот смотрите. Есть то, что внутри. Внутри. Вот. Извините меня. Может, даже 3-5 минут уложусь. Но это очень важно. До сих пор смеялись, допустим, как надо это самое. Вот. Для меня многие библейские сюжеты, они образные. Они, словом, примитивно не подходят. Они, скорее, образные. Вот. Но и Копчег, да. Как туда уместились всякие твари по паре. Никто не может понять. Вот это невозможно. Уже говорят. У нас столько миллионов видов. Всех не сгонишь. Невозможно. Сейчас я вам объясню. Пауки должны были погибнуть, когда всю землю затопило. Вот. Берем паучка. Извините, это имеет отношение к садоводству. Сейчас поймете. Потому что этот способ используется в садоводстве. Вспомните, например, вспомните, например, божьи одуванчики. Есть такое выражение, да. А на самом деле одуванчик, он действительно вам поможет. Это выражение тоже такое. А сам-то одуванчик. У него использован принцип парашюта. Вот. А смотрите, с чего когда-то начинался. Откуда ты взялся на земле паучок? Официально 25 миллионов лет назад с Луиской. Совсем недавно. Так. Вот. Откуда он мог взяться, когда ему жрать нечего? Может, до сих пор надо? Ну, это другой вопрос. Вот. Если считать, что по Дарвину он сам по себе взялся. Сам по себе. И по опарину. А вот я сейчас скажу, это вам понравится, эти мои личные измышления. Много доказательств, тысячи за, тысячи против, но у меня все свое. И вот этот паучок ходил голодный, злой. Вот. И однажды, когда удалось покушать, у него выделялось клейкое вещество такое. В виде паутинки. Ну, что, начал там... Он ходит, а она так... Аномалика эта. И вот она опутывает соседние там кустики. Бах! Туда, это... Муха влипает. Он опять наелся. Представляете, как просто идет. Пока просто. Вот. Наелся и... Это самое... Снова у него выделяется. То есть, вот эти выделения, оно такое... Ну, он сам... Есть такое слово мутация. Она все, казалось бы, объясняет. Ну, уродство по-русски. Ну, урод он. Ну, этот урод... Не то, что он специально понял, что теперь мы можем ухловить паутины. А просто паутинка, которая выделялась из задницы, извините за рожение, помогла ему выжить. А это не все. Но земля большая, а условия везде разные. Он мог погибнуть на второй день там. От ливня, опять от голода. Вот. И вдруг однажды... Однажды... Кто-то из его потомств... Он успел дать потомство. И вдруг однажды какая-то беременная самка паука. Вдруг у нее выделилось две нитки. И склеились между собой две эти. А ведь это... Когда две... Это уже парусность. Это уже... Получается, как бы, полотно. Пусть всего две. И... Какой-то сильный ветер раз оторвал ее от того куста, где она могла себя прожить с помощью вот такой паукины. И понесло. Понесло на новое место. У нее уже есть... Ну, не крылья, но парашют. Или как он там. Вот. Летающее устройство. Парус воздушный. Дала потомство. Я сейчас объясняю, что такое Дарвин. Вот. Дала потомство. И кто-то там не сотни паучков. Один. Тоже вдруг закрепилась вот эта же двойная паутинка. И опять имеют возможность парусности. А у нее уже двое таких паучков родилось. Все прекрасно. Но начиналось-то с одного паучка. Мог он там на этом новом кольчеге затеряться? А? А кто сказал, что в новом кольчеге были все, это самое, мы их называем лемуры, мы их называем, это самое, гамениды, все обезьяны и там это. Все эти гаматрилы. Не, ребят. Хватило одичавшего человека, чтобы опять это вспомнить о собачье сердце. Вот и вам и все. Все влезли в одной кольчег. Не было огромного разнообразия. Я преклоняю шляпу перед Дарвину, но это потом. А в начале был... Вы знаете, как появился? Я сейчас скажу, вы сейчас только не отключайте эти самые. Откуда взялся первый человек? Это только мое. Вот. Он же не мог нигде взяться. Нужно же двое. Так? Нужно женщина с родильной маткой. Нужен мужик с этим самым. А? Они же не могли два появиться. Это даже не исчезающее, возможно, чтобы одновременно два существа появились. Даже если прав опарин, все из лужи пошло от амек. Нет, ребята. Вначале был гермафродит. Вы уж извините за такие откровения. Вот. В одном существе два пола. Вот что было. Вот это и было первое существо. А уж потом оно разделилось. Вот так вот. Видите, насколько сложно? Но везде и всюду, куда ни копнешь. Внешнее управление. Понимаете? Я хотел бы эту тему развивать, развивать. И покажу вам, для чего вот эту фотографию. Потому что я вам показывал фотографию. Ну, это для красоты. Паутинка. Есть паутина совершеннейшая. Вот. Паук мог вот так вот наградить. Вот так вот. Видите? Это могло быть инстинктом. Но вот эти вот направляющие. Это уже он, чтобы соткать паутины. Вы вспомните, возьмите эту самую. Бабушку с этими, со спицами взяли. А? Что, просто так она делает петлю за петлей? А вспоминайте. Вот. А вот про образ бабушкина в этом. Вначале управляющие. А вот это паук сделать не мог. Это уже программа. Это генная инженерия. Это внешнее управление. Вот. Паучку дали готовое свойство. Поняли? Вот где смыкается божественное начало. Я специально потерял 5 минут. Каких 5? 18? Ой, простите. Ну, вы поняли, что я тут, что это не болтовня. Просто нам в школах нужно срочно уходить от этой подлой, это самое, противостоянию. Церкви и обществу. Срочно. Понимаете? Что нам надо? Надо, чтобы хотя бы на первом этапе засомневались. Чтобы сказали. Но если вы, я их уже боюсь, что матом начну, как атеисты, не вот это не сможете объяснить, вот это вот, что вначале делается направляющая, делается основа сети, а потом уже, представляете, вауку нужно теперь отступить вот так вот, зацепиться вот тут и погнать новую эту. Вы понимаете, что это самое, что он получается не... А многие из вас умеют вязать. А, вот, вот что нам надо. Ну, а теперь все. Теперь, может, наоборот, кто-то скажет. А, как было здорово, а теперь скучная материя началась. Потеря, опять эти советы надоели уже сколько можно. Мы и так все знаем, кто-то скажет. Нет, не все. Значит, вот эта Наталья, я отвечал ей в прошлый раз долго, обстоятельно. И самое главное, забыл. Помните, я рассказывал про сады неудачные, про свой сгоревший, про сад Беев, сад Калых, сад Эд, еще не про все сады рассказал. Сад Саянска, еще забыл рассказать про сад Суботина. Вот. Плохо. Нет, кое-как рассказал. А главное, забыл. Итак, Сибирь поразила страшная болезнь, которая не имеет названия. Вот. По привычке называем черный рак. По привычке, но это моя привычка, а не привычка этих питомников, от них не дождитесь. Вот. И вот это пятнышко сделать трудно, чтобы человек не садил задом наперед или передом назад. Вот. И вот эта страшная болезнь, она настолько скоротечна, что когда взрослое дерево, любой возрасте, одного, два, пять лет. Вот она стояла и стояла. Года два-три назад мы не знали это написано. Потом она умирает. Ну, мои друзья быстро умирают, за год, за два. Мои друзья из Казахстана, помните, батюшку с матушкой, вот, они назвали, что у них то же самое началось, и это не первые казахстанцы. То есть я уже про границы говорю, что это не первые. Они назвали это бактериальным раком. Кто-то, видимо, из местных авторитетов с умным видом посмотрел, сказал, ну, он был всегда, черный рак был всегда. Мне знаком этот рак все 35 лет только. Как появится язва на дереве, да и чё с ним. Или отрёшь, а то и даже махнёшь рукой и пошёл дальше. А дерево плодоносит год за годом. Раньше от этого не умирали, а сейчас умирают. И вот, значит, вот этот момент, получается, что сейчас, ну, вот у меня было две тысячи деревьев, полторы из них яблони на острове, да. Какие были урожаи, я вам показывал, ещё покажу, маленький кусочек покажу ещё. Вот, но главное-то, если бы тогда не пожар, я бы сейчас с ума сошёл. Тогда я разум пережил, вот раз и сгорело, ну, потом повторный пожар добил. А представляете, как начали бы умирать на острове, у меня эти бы деревья один за одним. Я бы чёплался бы, и там же был именно яблоневый фруктовый сад заложен, а всё остальное так, подемножку. Немножко того, немножко того. Он был промышленный. Вот, и теперь я Наталье скажу вам, и ведь, а ещё три года, продолжая эту тему, ещё 3-4 года назад, до того, как началась эта беда, она началась недавно у нас, может других, может она не у нас началась, её, скорее всего, привезли с саженцами, с южными. Вот, и ещё до этого времени я бодро всем говорил, есть, закладывайте сад, уже тогда мне спрашивали такие же советы. Прибыль может дать только яблоневый сад в Сибири, на юге Сибири и на Урале, всё остальное, всё настолько, ну, знаете, как, у меня, допустим, большинство яблоневых плодносит каждый год. Бывает, какой-то год пропускают, да, ну, не смертельно, пояс потянул, всё, а представьте себе, что это самое, я приведу один пример, у меня их много, но он яркий. Почему? Человек, дослуживающий максимальное доверие. Всё, ну, что, Валерий Петрович, мой друг, покойный, о нём сколько раз я с уважением отзывался, да. Его предпоследнее письмо было так, Саратов 5 лет без урожая и абрикосов, минус 30, сильный ветер, всё. Приходит на следующий год последнее уже письмо. Саратов 6 лет без абрикосов, это были в 90-е годы. Почему? Я тогда, совпало так, что я подружился, когда я брал землю, в 91-м году на острове, так совпало. Значит, это был 91-й, 92-й, вот в это время там был кошмар. 6 лет без урожая, ну, и какой может быть промышленный сад из абрикосов. Сливы очень надёжные, но портятся, это не те сливы, что сейчас в магазине лежат, только они, ну, кислые, ладно. Там должны быть витамины, а там вместо витаминов яд. Я всегда поражался, что настолько невкусные сливы. У нас сливы, так это сливы. Вот, еще мечтают многие, нет, нет, с кислинкой, сильно сладкие. А там, вот, пожалуйста. И получается, что я не могу посоветовать сливы, потому что портятся наши, ну, которые, естественно, что они без этого. Это саженец продажный, видите, опрескивается. А суета сроду не опрескивал. Это значит, что сливы ни грамма, ни капли, ни миллиграмма, ни миллилитра, ничего там нет из этого, из ядохимикатов. И быть не может. Так. Отли 2 миллилитра. Пузырек вот этот, покупной. Так, там написано. Отли, там еще запитая, отключает, запитая. Вот, 2 миллилитра развожу на 10 литров воды. Я могу выпить и не отравиться это ведро воды. А они же маленькие, это здоровые. А для, она такая маленькая, еле видно ее там, что-то ползает. Вот, где и хватает, чтобы умереть. Но 2 миллилитра-то у меня получалось на весь питомник. Представляете, ведро воды, а я же как делал. А продажные саженцы, это отдельная тема. Мы сейчас говорим о промышленных садах. И вот, получается, слива портится за несколько дней. Можно ее собирать, как помните, моя наука. Недоспелую. Ну, чтобы успеть продать, заработать деньги. Вот. Недоспелую, но не получается. На следующий год не ждите урожая. По отрывая, по калечите все плодушки. Это я вам говорю. А то вот периодическое плодоношение. И начинают там это рассуждать. Не рвите с дерева плодов, и не будет периодического плодоношения. Если плодушка цела, если на ней вызрела почка, что это надо? Один страх у нас, заморозки. Ладно, поняли, да? А, слива нет. Вишня. Но вот у меня есть видеофильм, один из них. Там как раз я интервью беру. Один стоит на грузовике, собирает мою сливу, вишню. Вот. Горстями. То есть они набрали то ли пять, то ли десять ведер, я уже забыл. Они ели тут же. Они пошли, попросили разрешения под краном. Помыли котелок там или тарелку. И жрали, не ели. Видимо, давно не пробовали. А она кисло-сладкая, но съедобная. Они ее ели, ели, ели. Вот. И что они могли сделать с этим пятидесяти ведер? Ну, это мелочь. Насыграли то полдня. Нет. Ого. Так. Получается вишня минус. Слива минус. Груши. Груши типа Лукашопки и Лукашопской и Сварога полукультурные. Урожайные невероятно. Вы видели фото. Надеюсь, что кто-то кого-то спасло от зависти. Это улетал. Вот. Огромные урожаи. Но дело в том, что этот сумасшедший урожай не хватает им сахара. Делать специальную обрезку, чтобы у менчика лица плодок-то дослась. Ну, не могу руками поднимать. А так они уже портятся. А сахара нет. Или хорошее, действительно, жаркое-жаркое лето, как во Франции. И вы знаете, вот, предпоследний год они были сладкие, а последний год не вкусно. Я говорю, как есть. Вот они все. Почему я не боюсь, что у меня не купят семена их? Ну, потому что они подвоят. Для подвоя лучше нет. Если уж у меня в Сибири урожаи такие, чем не подвоенные для остальной Сибири. Ладно. Это хорошая фотография. Даже комментировать не надо. Вот в этом ведре двухпроцентный этот самый медный купорос. Вот это интересный разговор, интересная тема. Сегодня много интересного. Значит, я продолжаю для Натали. Значит, вот это местные яблочки. Фотография сделана в Абакане. Так. Значит, чем они хороши? Они неприхотливые, кисло-сладкие. Они не чисто сладкие, они кисло-сладкие. Они портятся сразу. Но это, вы спросили их название, не знаю, не помню. У них уже развелось именно на таком виде. Почему я их показываю? Потому что случилось чудо. Одно из чудес заключается в следующем. Значит, если раньше ведро не такое, а большое эмалированное, 12, ну, 11, сколько. Ну, помните ли, эмалированное, раньше не было пластмасса. Местных яблок вот такого типа, специально. У меня фотографию сотни, я выбрал среднюю. Стоило, допустим, определенную сумму денег, а в него влазило примерно 6-6,5 килограмм. Влазит большое ведро яблок среднего размера. Сам мерил. А иностранцы, правда, эти зарубежные привозили, столько же стоило килограмм. То есть разницы в цене было в 6 евро в пользу этих. Они были, помните, яркие, огромные, красивые, действительно. И, кстати, где-то немножко вкуснее. Хотя тоже их собирает неспелыми, но даже повкуснее. Вот и соотношение такое. Уже из-за одной красоты. Брали и те, и эти, но те брали больше. Пришло время, случилось чудо. А я еще по инерции, иду по базару, вижу прекрасные яблоки. Ну, например, такие, это еще скромные. Я говорю, ой, девушки, откуда? Да откуда? Да у меня растет. Да вы чего? Давайте адрес. Я вам саженцы, а вы мне всего-то веточку. А я уже знаю, я уже приколист там стал. Ой, вы знаете, это Низмарсад откуда? Так. А это я разговариваю в Абакане. Одно сколько? От Майны. Я говорю, ой, отлично, я там живу. И сейчас мне веточку-то срезают. Да я у вас это, да я любые деньги. Кстати, мой принцип. Мне недавно за стенки, за несколько, повисали по тысяче рублей, потому что я отказался. Ну, уже отказался. Я, правда, не стал это, человека грабить, а сам по жизни, как и коллекцию собирал. В председательных хозяйствах, там адреса. Кто-то пишет, может, правда, может, нет. Я пишу, вы писаете стенки, плачу любые деньги, клянусь Богом, я всегда так. Плачу любые деньги. Потом уже это, никто ни разу не загибал. Вот чем хороши настоящий садовод, стал бы я брать по тысяче рублей за вёдку. И вот, значит, ладно. А вот. Дальше выясняю, выясняется, и тут выясняется, что ей сказать-то нечего. Я говорю, ну, скорее, ты сейчас из Узбекистана. Молчит. И вот у меня несколько случаев. В Саваногорске и там дожили импортные яблоки, начали продавать по цене местных. И, внимание, врать безбожно. Почему? Потому что наши местные стали... Вот это вот, между двумя пожарами, фотографию я делал у себя в сарае. Я их возил, девать некуда. Там оставалось порядка 20-30 полносящих яблонь. Но выражаю, сумасшедшие. Я, это, девятку полностью набивал, сиденья, всё там, это самое, расстилал. Багажник, всё. Вот. И собирал только у меня с одного-двух яблонь. Яблонь давали по 20-30 вёдер. Ну, а потом второй пожар добили. Но это ладно. Кстати, второй пожар, когда арендаторы уже там ночевали. Но это не спасло. Ладно. Это я, помните, вам Наталья отговаривала. Как говорил? Если противопожарная полоса есть, легко спасти от наружного пожара. Соседский засад не сгорел, а жгли-то внутри. Вот и попробуй. В нашей стране что-то сохрани. Реакция милиции. Усильтый охрану. Вместо того, чтобы темы цикла искать. Ну и вот. Значит. Это уже как бы... Это жигулёвские. Это при большом урожае они достаточно аппетитные. Ну, конечно, были и полтора раза больше. Были настолько яркие и вызревшие до конца. А там что, ещё дикое воровство. И там я грешил тем, что всё равно урожай деревья не спасти. И мы их отрывали. Вот. Часть... Ну, как отрывали? Тебя трясет дерево, что падало. Ну, считайте, когда трясет дерево, тот затрыг. Ну, и потом, когда вы... А тут у меня... Потом вы увидите ещё письма, которые касаются и будущих питомниководов. Я всем даю совет. Я одному... Я пытаюсь вас всех раскрутить. Вы скажите, хоть бы кого не раскрутил. Вот. Ну, может, кроме одного человека, который... Это самое... Начал торговать большими саженцами Железова. Позори меня. Они же все погибнут, замёрзнут. Вот. А вот это вот... Семочная группа с Красноярска. Прекрасные два документальных фильма. До Москвы они не дошли. Жалко. Москва так и не узнала. Красноярск показывал трижды оба фильма. Я хочу сказать, что... Смотрел. Видите, вот. Там дальний план. Посмотрите, сколько абрикосов. Видели? И вот они, значит, чему я это всё говорю. Не до хрустовства. Нет. Ребята, только первые три плодика. Ну, вот такие, как на тарелке. Сразу телевидение местное. Сразу. Пусть и раскручивайтесь. Не стесняйтесь. Сильно много халтурщиков. Надо перебить их хотя бы. И если не слов, то умением. Вот. Почему я так говорю? Ну, и ещё. Ваша задача. Всю округу. Вот это, допустим, Александр Алексеевич, да, я о нём рассказывал. Кто его просил, взял, привёз 20 саженцев мне, это, сеянцевых персиков. Десять из них до сих пор не замёрзли и плодоносят. Некоторые, правда, да, у снега замерзали прошлой зимой. Это мой ответный дар. Я просто хочу сказать. Ребята, обзаводитесь друзьями. Больше это самое, как, помню-то раньше, Вастап Бендер, Европа нам поможет. Ага, поможет. Она нам такие саженцы поставляет. Из миллиона миллион мёртвых, мошенники. Вот это вот один из тех, которых уже нет живых. Вот, видите, причина. Трава горит, как порох. Трава горит, как порох. Я вас упреждаю. Давайте приятно вспомнить вот это дерево, которого уже нет живых. Вот именно поэтому. А то, знаете, каков, какой я говорю. Это дерево. Продолжение следует...